мы с тобой говорили что очень много эзотериков улетают да как вот здравый смысл привнести в эту сферу замечательный вопрос ну во первых хочется отметить то что мы здесь с тобой не вдвоем здесь у нас есть живые зрители и что интересно у каждого из живых зрителей которые здесь присутствуют абсолютно точно есть свое субъективное мироощущение как того что с ними происходит на физическом плане ну как они живут как они ходят на работу как они едят спят имеет какие-то отношения с другими людьми так и некой метафизической жизни никто же есть определенная субъективная сложившаяся картина да то есть как они ищут бога как они объясняют для себя смысл своего существования и это отличает тех кто здесь собрались вот тех людей которые сейчас проходят по улице мимо потому что ты про духовность я про духовность да я поговорю про то что для меня вообще эзотерическая настроенность человека это уже это уже большое чудо большой успех и по сути это то к чему мы шли там тысячи жизней до этого для того чтобы пробудиться и задать самые важные вопросы есть такая книга изданная помню в начале двадцатого или в конце девятнадцатого века космоконцепция розенкрейцеров автор постулирует в этой книге что у человека изначально есть три основных вопроса это вопрос откуда мы пришли зачем мы здесь куда мы уйдем казалось бы а как же кто я вот мы пришли зачем и кто мы здесь и зачем мы здесь да это неразрывно связанные явления и куда мы уйдем и вот эти три вопроса вот так если абсолютно адекватно посмотреть это вопросы которые должны задавать не люди которые вот эзотерически настроены а это должны задать задать каждый человек после того как он родился у меня там включился луна меркурий когда он начал мыслить он должен спросить себя откуда я пришел а кто я и зачем я здесь и куда я иду эти вопросы да они присущи каждому человеку правильно же но так получается что их задают себе осознанно меньше тысячной доли процента людей и поэтому получается так что поиск адекватных ответов на эти вопросы становится каким-то странным течением который называется эзотерическое течение в то же время он почему-то уходит из мейнстрима из обычной реальности людей до из обычной картины мира напрочь сразу с детства его забирают а и те способы адекватного познания мира которые есть наука или например религия религия или философия они оказываются либо слишком элитарными как философия для того чтобы объяснить смысл существования недоступные людям да либо они дают слишком жесткие сразу навязанные точки зрения которые не предполагают того что человек может эти вопросы задать и поэтому в обществе наблюдается абсолютно странная картина мира картина мира и ситуация при которой большинство людей оторваны отсоединены от самых важных вопросов которые любой адекватный человек должен задать самому себе а когда он родился люди бегут куда-то зачем бегут куда бегут непонятно это вот такой маленький кусочек защиты вообще за эзотерии да в том что вот эти вопросы задавать да или хотя бы прийти к задаванию этих вопросов уж уж тем более что-то делать для того чтобы найти ответы это уже большой дар это большая смелость души это большой наработанный опыт и это это уже очень здорово на эти вопросы практически невозможно ответить потому что если мы попробуем их где-то найти вот под столом где угодно мы там их не найдем да и поэтому для людей которые хотят на них найти ответ и встают на этот путь оказывается очень сразу же большое количество суррогатных ответов например самое простое это экзотерика так называемая ты религия то есть это внешнее учение которое приходит и говорит хватит задавать вопросы кто ты зачем ты пришел куда ты придешь ты у за тебя умер мастер да ты грешен и должен искупать свою вину классно спасибо или ты должен превознемочь страдания выйти из колеса сансары победить страдом разделенность внутри себя и и просветлиться не будешь следовать правилам попадешь в ад это это в это как бы в самом таком грубом формате да да это сразу картина мира это сразу картина мира которая некоторым образом служит как целям высвобождение так и целям ограничения одновременно и вопросы также человек не успевает задать когда детское сознание раскрыто то она она легко принимает информацию легко принимает какую-то картину мира которую сообщили родители или окружение и он живет с ней он живет с ней и в какой-то момент жизни когда он захвачен уже материальном сознании а душа не сильно сильно он не может из этого выбраться поэтому вот экзотерика то это та вещь которая в первую очередь то есть вот этот внешний срез любого духовного философского учения это первое что теряет здравый смысл потому что в нем нету вот этих вопросов если ты придешь в христианскую церковь и спросишь кто я откуда я пришел и куда я уйду да то если ты придешь в ортодоксальную церковь то тебя скорее всего судит за то что ты вообще посмел усомниться в исти истинности мастера который умер за твои грехи саша смотри религия предполагает все-таки законы которые ну скажем так правило да для масс то есть эта система определенная система для скажем распределения масс да то в то время как ты говоришь все-таки об индивидуальном пути то есть об индивидуальном поиске лично каждого человека который идет в религию то есть по моему такие разные понятия слушай но давай давай начнем с того что масса масса это совокупность индивидуально конечно понять дело что это эгрегор он обладает своей динамикой он обладает своим каким-то внутренними особенностями функционирования но суть в том что мы подключить будучи подключенные к этому эгрегору можем его менять и соответственно всегда начинаем только себя поэтому я изначале говорю о вот этом внешнем слое да ты сейчас поймешь почему я говорю вот так много вот этих трех важных вопросов на что это вообще есть основа здравого смысла это вот здоровый человек родившись он научившись говорить должен спросить первую очередь это почему бы и нет а спросить у себя спросить у себя у кого угодно классно почему я здесь куда куда зачем почему я должен также почему вот такие правила кто это вообще такое почему он сказал что так надо это это внешние средства массовой религии экзотерические в них нету там заговора какого-то специального уж прямо такого который стремится поработить управлять массами да он может формироваться этому религия может эксплуатироваться но в конечном итоге она всего лишь отражает срез общественного сознания который взаимодействует с истиной если мы говорим о скрытом учении о том что вы лежала в основе всего да то конечно это эзотерическая часть то есть внутренняя скрытое тайное знание и люди по мере развития эпоха водолея да и происходит некий процесс духовного самораскрытия переход в новую эру энергетическую это и так далее у них вы начинает изнутри появляться жажда этих вопросов так как эти ворота ответов для начала очень важно их выразить для начала важно их задать но так как цивилизационного протяжении огромного количества реинкарнаций эти вопросы были уничтожены то религия и вообще философская а мысль которая доступна обычному человеку она представляется очень искаженную какую-то картину мира в котором человеку сложно вообще быть здравомыслящим если он выйдет на улицу скажет люди зачем я здесь скорее всего он окажется в каком не столь отдаленном месте особенно если это будет в какой-нибудь стране где чтут закон вот и вот в этом весь кошмар и вся трагедия да поэтому человек для того чтобы для того чтобы вот эту внутреннюю жажду как-то выразить он обращается к тайному знанию ему кажется что есть что-то еще и это действительно так за пределами вот того что ему предлагают церковь или науки и например как два таких противобожников клана которые очень замечательным образом разыгрывают вот эту игру дуальности и он обращается к эзотерике обращать сказать эффективно вот здесь очень важно человек существо не совершал разумеется да человек существу с наработанные кармы определенной той или иной человек существо которое тысячелетиями оттучивали от того, чтобы слушать самого себя. Обращаясь в эзотерику, он туда перетаскивает все те же самые принципы, из которых какие есть? Снятие личной ответственности, дуальность восприятия реальности, оценочные суждения, которые тоже следствие дуальности есть, страх и прочее, прочее, прочее. И поэтому, когда он обращается к тайному знанию, которые, слава богу, открыты, благодаря тому, что есть интернет, благодаря тому, что есть большое количество литературы, он в этих знаниях видит не то, что там в действительности есть, а он с предыдущим фильтром на них начинает смотреть. Тогда оказывается, что существуют дьяволы, их можно вызывать, если мы говорим магические средства эзотерики. Оказывается, что существует, я не знаю, какая-нибудь возможность влиять на реальность какими-то энергетическими импульсами и так далее. Смотри, ты говоришь о том, что человек, не проработав свои какие-то психологические проблемы, заряды эмоциональные, ограничения, блоки и так далее, он начинает... Ты растешь в терминологии. Он это проявляет в этом знании, в эзотерике, и транслирует это все, искажая тем самым весь смысл. Про это, да? Абсолютно точно. Происходит сейчас в общественном сознании очень страшный процесс, он освобождающий, он важный, через него нужно пройти. Это то, что, возможно, называли древней эпохой, когда будут разрушены все авторитеты, Кали-Юга, например, и так далее. Это страшный процесс, но человечество через него должно пройти. Это профанация духовного знания, потому что знание стало открыто, и каждый на своем уровне сознания берет его, смотрит на него и выдает как что-то более высокое, чем то, чему вас учили, там, религия или наука. Происходит падение, как бы, вибрации эзотерического знания. И плюс, добавляем к этому, то, что когда человек воспринимает эзотерическое знание, относится к нему со своими фильтрами восприятия, он ее очень часто, очень часто начинает использовать для того, чтобы оправдать или самооправдать свои же, как бы, особенности. Ну, типа, нет добра и зла, поэтому я буду делать в этом мире все, что хочу. Ну, вот я мыслю не дуально. И плюс, третья, последняя, самая страшная вообще вещь, самая сложная вещь, это заглянуть в самого себя, это признаться в себе, это убедить свои блоки, свои ограничения, свои особенности, свои недостатки и так далее. Ну, мы обычно их не видим и прячемся всячески от них. Конечно, это самое страшное, встретиться с самим собой, наконец-таки. Поэтому эзотерику используют для того, чтобы уйти от самого себя, просто как новый способ уйти от самого себя. Просто как новый способ уйти в какие-то неведомые дали, в неведомые горизонты, в неведомые возможности, принимать какие-то фиолетовые энергии. Более того, человеку удается это делать чуть-чуть. Он подключается, он может летать во сне, у него может быть астральные опыты, астральных проекций, какие-то осознанные сновидения, у него может предметы даже начать двигать. Но у него не произойдет вот этого самого пробуждения, потому что вообще суть пробуждения в том, что во сне мы видим грезы, а когда мы пробуждаемся, мы начинаем воспринимать реальный живой мир. Мы начинаем понимать, что мир обладает плотностью, что в нем есть реальные взаимодействия, что в нем можно получить удовольствие и радость, точно так же, как и в мире грез. Человек сам для себя находит повод оправдаться и уйти в эзотерическое мироощущение, которое, разумеется, предлагает огромную палитру возможностей, вместо того, чтобы трезво взглянуть на самого себя, что на самом деле идет вразрез с эзотерикой как таковой, но мы, надеюсь, об этом еще поговорим сегодня. Вот есть люди, которые испытывают астральные проекции, и для них тот мир настолько же яркий, настолько же реальный, и при том они имеют возможность воздействовать на какие-то предметы нашей обыденной реальности, тот мир тоже реальный. Это потрясающе, но мы очень много говорим о здравом смысле, мы когда даже писали с тобой интервью про четыре принципа духовной логики, мы там тоже часто здравый смысл употребляли понятие. Здравый смысл предполагает то, что ты учишься смотреть на твою текущую жизнь как на что-то значимое, как на что-то не случайно с тобой происходящее, а как что-то имеющее цель, смысл и определенные задачи. Если ты воплощен в твердом теле, то скорее всего можно, опять же, с точки зрения здравого смысла, предположить, что мир духовный, мир, который скрытый, мир метафизический, тонковибрационный, высоковибрационный, этот мир, ты можешь это чувствовать, он для тебя родной, ты из него пришел, что вполне логично. Твоя душа это частица Бога, но ты пришел в этот мир. И скорее всего, одна из твоих задач является в том, чтобы быть проводником этих энергий и принципов, что особенно важно, на физическую реальность, на физический слой мира. И если ты не выполняешь эту задачу, не живешь в соответствии с ней, ты не выполняешь как кармическую задачу, но это как бы карма когда-то потом, качество твоей жизни не улучшается, ты не получаешь более комфортную жизнь сейчас. Поэтому так много есть людей эзотерически настроенных, которые испытывают комфорт там, а сложно его там не испытывать. Это пространство безграничного оргазмического удовольствия и счастья, разумеется. Не знаю, когда я погружался в регрессию и в жизнь между жизнями, знаешь, такое пробовал, такое состояние испытывал. По мере интереса. Когда ты возвращаешься в памяти в тот момент, когда еще тело не родилось, и там скучно. Тупо скучно. И это хорошо. И это хорошо значит, что это не дает тебе ключик к твоей картине мира сейчас, в твоей жизни. Потому что ты все равно вот этой штукой туда подключаешься. Так или иначе. Чтобы вывести информацию на логический уровень, на уровень твоего сознания, тебе нужно задействовать свой интеллект, задействовать головную мозг, задействовать свой Меркурий, если говорить эзотерической, астрологической терминологией, и с помощью него произвести. Это просто больше тебе показывает, дает тебе информацию о твоем интеллекте. Так вот, если человек не задает себе вопросов о том, кто он, для чего он здесь и куда он идет, если человек не хочет встретиться с самим собой в текущей жизни, осознать свои задачи, если он игнорирует материальный план своего существования, ради которого мы, собственно говоря, сюда и воплотились, ради трансформации преображения которого и улучшения, и насыщения вибрациями божественными, то тогда человек является эзотерически невежественным, с моей точки зрения. Невежественность не предполагает какого-то негативного ключа, или какой-то негативной коннотации. Просто здесь суть в том, что человек в некотором смысле продолжает следовать своим старым стратегиям. А старые стратегии... Короче, переводит свою ответственность на какие-то левые вещи. Потому что наша как бы животная стратегия, с которой мы приходим, и первое, что мы осознаем, что мы должны выжить, для того, чтобы мы должны выжить, нам нужно набрать максимальное количество ресурсов. Для того, чтобы получить максимальное количество ресурсов, нам нужно либо где-то их забрать, либо присоединиться к тому, кто сильнее. Желательно максимально переложить ответственность на другого человека, чтобы чувствовать себя в безопасности и так далее. И вот мы по этой цепочечке идем и эту же цепочку применяем в духовной жизни. Но жизнь за жизнью, качество нашей жизни не меняется. Наша карма, наша судьба. И мы там обладаем достаточно хорошим чувством юмора. И достаточно хорошим, так сказать, умением показать реальные задачи, которые есть в нашей жизни. Поэтому, если получается так, если получается так, что вы достаточно успешны в эзотерическом понимании мира, чувствуете какое-то астральное слияние с фиолетовым космическим пламенем, но в вашей жизни есть какие-то переживания, какая-то боль, какие-то сомнения, какие-то страхи, какие-то не совсем удовлетворяющие вас события, то абсолютно точно, что вот она, где ваша задача в действительности и этот ресурс нужно туда направить. На самом деле, я просто встречал людей эзотерически грамотных, которые живут этим. У них есть способности определенные, они могут влиять на мир, просматривать будущее, влиять на события. Но они счастливые люди. Они счастливые. Они гармоничные люди. Абсолютно точно. Это круто. Это круто, это круто, но по моим наблюдениям, рынка, да, услуг, я понимаю, что таких людей процентов 10, процентов 10, которые умеют направить тот ресурс, который у них есть, для трансформации своей жизни. Мне хочется на этом очень важно сосредоточиться, потому что мы, так или иначе, связаны со всеми другими людьми в этом мире. Мы связаны с этими глобальными энергетическими субстанциями, эгрегорами, маятниками, как угодно их можно назвать. Но дорожка в маятник, путь в маятник, это всегда лежит внутри нас. Изменить мир мы можем только трансформируя свои программы подсознания. Что значит дорожка в маятник? Если мы хотим повлиять на мир, изменить какие-то события в мире, изменить какую-то несправедливость, агрессию, злобу, хотим остановить войну, улучшить экологию, то внешнее действие будет всегда вторичное. Саша, вопрос зачем? Ну вот, это хороший вопрос. На самом деле, это вопрос он. Если он идет впереди, желание улучшить свою жизнь, тогда действительно незачем. Но если он идет от ощущения глубинного сострадания, которое может, истинное сострадание может возникнуть только тогда, когда человек в первую очередь испытает сострадание к своей жизни, не к себе там эгоистичное какое-то ощущение, а сострадание к сущности, которую он тысячелетиями обрекал на жизнь в неволе, внутри своих страхов, ограничений и так далее, когда он испытает сострадание к своей душе, тогда он может испытать сострадание и ко всему окружающему миру. Ты имеешь в виду, что если человек чувствует, что это его задача помогать исцелять мир, спасать мир, то ему это стоит делать? Я говорю про методики. Про методики. Вот невежественный подход к эзотерике, это когда мы привносим понимание дуальности в эзотерическое знание. То есть, а что самое главное проявление дуальности? Я и внешний мир это разное. Когда человек мыслит подобным образом, он думает, как я могу изменить внешний мир? Буду фокусировать фиолетовое пламя на конфликте между теми людьми, вон они там сидят, я вот сейчас на них сфокусирую. Кто-то включает энергию рейки. Кто-то включает энергию рейки. Это путь, который не может быть эзотерическим. Это какой угодно, религиозный путь, но это не эзотерика. Потому что эзотерика это знание о единстве, это тайное знание. И вообще, на самом деле, если говорить, забегать немножко вперед в наше интервью, в основе всей эзотерики, как ни странно, вот основных течений, процентов на 90, эзотерика это довольно системное знание. В нем есть абсолютно точные архетипы, установки и положения, которые выглядят, конечно, сейчас в общественном сознании, в каких-нибудь заметках в интернете выглядят разбросанными и несобранными, но эзотерическое знание, которое пришло к нам с лемурийских, с атлантских времен, которое культивировалось в египетских мистериях, в греческих мистериях, через средневековые масонские и рыцарские ордены и перешло сейчас в общественное сознание, это абсолютно систематизированная информационная база. И в нем всегда содержится понимание единства. Это один из важнейших постулатов. Если мы устраняем это единство, то мы получаем человека, который хочет воздействовать на внешний мир и помогать ему. Но если человек возвращает себе понимание единства, он понимает, что единственный способ помочь ему помочь внешнему миру, это работать над собой, потому что он неразрывно связан и ответственность всегда внутри него. И более того, поле ответственности, на что он может повлиять, это только он сам. Потому что все остальное это пространство для работы других богов. Есть очень хорошая фраза, что это здорово, что ты понимаешь, что ты бог, но помнишь, что ты не единственный бог в этом мире. Расскажи подробнее о этих системах все-таки. где их почитать, как с ними ознакомиться. Хорошо. Как я уже сказал, эзотерическое знание это системное знание. и если мы возносимся или погружаемся в глубину тех экзотерических внешних духовных учений, которые есть, религиозных, научных и паранаучных или псевдонаучных и так далее, практически все они содержат в себе на глубинном уровне очень близкое друг к другу ядро. Это связано с тем, что вообще духовная история человечества, которая восходит в доегипетские времена, в шумерские времена и так далее, во времена, которые уже не задокументированы и к которым можно подключиться либо внутри себя, либо через какие-то внешние ченнелинговые опыты. Возвращаясь туда, мы находим единые источники знаний, которые потом очень сильно дифференцировались и расползнулись по миру. Например, один из греческих философов писал, что вообще гермеса тресмегистра или реального или вымышленного учителя вообще было 5. Было 5 гермесов. И часть из них передавали знания в разное время и в разных местах. Конечно же, это намек на неких атлантов или на неких других сущностей, которые передавали знания человечеству на последней нашей стадии. И они передавали знания очень сильно систематизированные, точно сформулированное, оно как бы отвечает запросам логики и здравого смысла очень точно. Если вы почитаете Замрудную скрижальтота, Асклепий, вот такие вот древние трактаты, то вы в них найдете потрясающее точное изложение принципов. Там немножко с языком проблема, он сложноват, да? Более того, если вы даже почитаете апокрифические, то есть неканонические Евангелия от Христа, от учеников Христа, которые были с ним... Попробуй их еще разберись. Распознавание, только распознавание работает. То вы увидите то, что точки соприкосновения между ними всеми есть. Между древнеегипетскими текстами, между греческими текстами, между апокрифическими Евангелиями, например, от Марии Магдалины, от Фомы и так далее. Вы увидите, что между ними так много точек соприкосновения, которые также идеально соприкасаются к масонским трактатам, которые увязываются с шумерскими мироощущениями какими-то и восприятиями мира. В них во всех фигурирует астрология. В части из них со временем начинают фигурировать архетипы, которые потом воплотились в тарологии. Смотри, Саша, мне интересно, там все-таки практические знания либо принципиальные какие-то описания законов и принципов мироздания. Что там? Ну, и то, и другое. Оно и есть, да. Когда ты понимаешь законы и принципы мироздания, то ты можешь творить практически. Но, еще раз, востребовать личную силу что-то изменить в этой жизни, особенно в своей жизни, для этого нужно найти самого себя, обратиться к самому себе, встретиться с самим собой спустя эти там 200 или 2000 жизней, которые ты прожил. Но это люди не делают в большинстве своем. Не потому, что они плохие или там глупые, а потому, что это действительно сложный и самый важный опыт, который есть в этом мире. Честное, трезвое восприятие самого себя в первую очередь. И через него уже, конечно, мира. Потому, что ты начинаешь понимать, какие программы искажают твое видение мира. В некотором смысле это подразумевает то, что ты начинаешь видеть внешние события как отражение твоего внутреннего баланса или дисбаланса. И тогда не возникает вообще вопросов, что я должен делать во внешнем мире. Потому, что ты все можешь регулировать через внутреннее. Я когда-то сказал, и для меня эта формулировка остается основной самых важных, что обращение в эзотерику всегда зависит от намерения, о нем можно судить. Если у человека намерение познать, постичь, обрести новые ключики к пониманию мира, тогда это благое намерение. Но если к этому примешивается желание оправдаться, то есть не смотреть на самого себя, не заниматься своей жизнью, не заниматься отношениями в своей жизни, не заниматься той кармой, той драмой, которая есть в текущей повседневной жизни твоей, то тогда это уже не честный эзотерический путь. Это еще одна религия, которая просто оперирует более высоковибрационными концепциями. Потому, что она также отделяет человека от своей силы и забирает личную ответственность. Обратись к просветленному мастеру и прими эту энергию, которая решит все твои проблемы. Это к вопросу о неких хилинговых энергетических учениях. Ну, знаешь, тут я, может, немножко с тобой не соглашусь, знаешь, почему? Это хорошо. Потому, что, когда человек гармоничен и ты находишься рядом с ним, то ты можешь найти тоже в себе эту гармонию. И это ключик. Абсолютно точно. Но, что будет, когда человек уйдет из твоего поля? Ну, конечно, он потеряет связь, но его задача, задача ученика, что делать? Учиться. Когда апостол находился в контакте с мастером, он шел по воде. Когда он перестал верить мастеру, он начал тонуть. Эта метафора показывает нам то, что в некотором смысле любое обращение к внешнему, оно зыбко, на нем нельзя устоять. Оно будет работать только на нашей какой-то воле, на нашем впечатлении, на нашем вот этом. Вот мы сели в групповую динамику сейчас, подышали халатрубным дыханием, дали нам ложки, мы их начали гнуть. Получается, дома попробуй наедине с самим собой. Это всегда значимая проверка для любого человека, которого вы встречаете, к которому вы хотите обратиться, если вы ищете себя мастера. Насколько этот человек в своей жизни, в своей жизни не убегает от тех задач, которые у него есть. Не значит, насколько он гармоничен или насколько у него вот просто деньги и ковровые дорожки стелятся перед ним, потому что он такой великий творец. Не обязательно, потому что для большого пробуждения бывает, дается сильная карма и человек ее решает всю жизнь. Насколько человек честно ей следует, насколько человек не уклоняется от своей истины, которую он транслирует. Потому что, если он уклоняется от нее, если он пытается найти себя в... я сейчас попробую говорить безоценочно, но все же исключительно и только во шрамах, медитациях и космических энергиях, то тогда, скорее всего, этот человек не даст вам тех ответов, которые позволят вам улучшить качество вашей жизни и стать полностью хозяином своей жизни, в полном смысле этого слова, взять ответственность за свою жизнь. Потому что в действительности, вот очень важно, наша повседневность, она может дать нам очень много удовольствия. Те события, которые есть в нашей жизни, и те люди, которые есть в нашей жизни прямо сейчас, они могут дать нам очень много счастья. Наше тело может дать нам очень много кайфа. Очень много из того, что с нами происходит как деструктивное или неприятное, в действительности содержит в себе вот эти ростки, которые могут помочь нам поводиться нашему сознанию и которые помогут помочь нам больше и более качественно управлять нашей жизнью. Но, если мы игнорируем это, то мы просто как в очередной другой религии действуем. Нет великого дара и нет великого пути, уклониться от своего предназначения как ангела, который пришел на плотную реальность трансформировать, повышать, улучшать и преобразовывать. Мне это всегда напоминает человека, у которого есть жилища, в котором есть все. У него есть возможность, у него стоит мебель, в коробках еще не собранная, у него стоит, все есть инструменты для уборки, все тряпки, швабры, все есть. Есть рулон обоев, все необходимое. Но он живет в полуразрушенном, заваленной грязной посудой, замусоренном, пыльном помещении и медитирует. Если ты выбрал себе хотя бы на 50-100-150 лет это место, этот дом, тут наведи в нем порядок. А потом медитируй. А почему бы и нет? Медитация, обращение к своему я. Это путь, который дает ресурс. Если вы обращаетесь к божественному источнику, которым является ваше высшее я, если вы находите Бога в себе, то это хороший путь. Вы в нем находите ресурс. Но если вы там останетесь, если вы там останетесь, это все равно, что человек пытается родиться назад. Ты уже родился. У тебя есть потенциал для творения. У тебя есть потенциал пощупать новую реальность и сотворить то, чего этому Богу, которым ты являешься там, еще неведомо. Это напоминает такую метафору, что человек садится в картонную коробочку, запирается и все. Меня нет. Да, абсолютно точно. Есть же магия, да? Знаешь, что такое магия? Ну, магия стихии, некромагия, ну, все такое, всякие слова, да? Скажем, они не имеют никакого отношения на самом деле к духовности, на мой взгляд. Что ты об этом думаешь? Интересная позиция. Ну, мне твоя позиция близка. Почему? Потому что по определению духовно, духовно, да, то, что некоторым образом соединяет тебя с твоим духом. А для того, чтобы понять, когда ты соединен с духом, а когда нет, то нужно понимать, что такое дух, да, в тебе. Или душа, да? Их иногда разделяют, иногда объединяют. Но что такое непроявленное метафизическое высшее начало в тебе, да? Что это такое? И если мы спросим себя об этом, то мы, скорее всего, обнаружим, некоторое время прислушаемся к себе, обнаружим, что это что-то очень чистое, что-то очень мудрое, что-то очень сильное, что-то очень детское, что-то очень любознательное, что-то очень любящее. Вот все самое прекрасное и радующее, что есть в этом мире, происходит и проистекает от нашего высшего начала. И, конечно, оно выражается в нашей радости и в нашем творчестве, и в нашем проявлении себя. И в действительности, когда мы говорим о магии, то мы подразумеваем лишь апеллирование к маленькой части этого духа. Мы обращаемся к востребованию нашей силы, нашей силы. И эта сила, она, конечно же, не принадлежит богу или дьяволу, она принадлежит нам, как к единственным поставщикам бога или дьявола на эту физическую реальность. И если говорить об интересе к магии, то, конечно, здесь выражено очень сильное искажение, вот такой, не интерес, а вот именно желание овладеть во что бы то ни стало, использовать, применять, особенно применять какую-то магию влияния, черную магию и так далее. Здесь есть очень точное искажение по поводу того, что человек хочет, хочет обрести личную силу, контроль над своей жизнью, ему хочется решить проблемы в своей жизни, но он не прошел и не совершил вот этот шаг на эту ступеньку, где он соприкасается с самим собой и находит корни всех проблем внутри себя. Знаешь, вот мне сейчас такой образ пришел, я вообще не очень разбираюсь в магии, но то, что я знаю, что это технологии влияния на пространство, и вот, знаешь, вот есть такой, представим картинку, ребенок, играющий с ветром, скажем так, управляющий ветром, то есть он хочет, чтобы ветер полетел туда, он туда летит, хочет туда летит, то есть что происходит? воля ребенка как бы транслируется на мир, и мир как бы слушается, да? То есть с одной стороны может показаться, что это какое-то проявление эгоизма или внутренней силы, когда ты подавляешь мир, но, а вдруг может быть случиться так, что магия, это как раз обмен энергии с окружающим миром, когда ветер летит туда, куда ты хочешь, не потому, что ты хочешь, а потому, что он тоже туда хочет лететь. Вот именно поэтому все-таки стоит подразделять магию, там черную или белую магию, какую угодно, и все-таки духовный путь сотворчества с реальностью, потому что духовный путь сотворчества с реальностью, он лишен вот этого эгоистичного желания решить свои проблемы. Вот опять же, все та же формулировка, какое намерение? Оправдаться, попробовать через внешнее решить проблемы в своей жизни, либо намерение соприкоснуться со своим подлинным началом, соприкоснуться со своим путем в этой жизни, выразить неповторимое творчество. И если, это действительно очень сильно разные намерения, и если в тебе говорит вот это эгоистичное желание что-то решить, тогда это мало с духовностью связано, ты используешь силы своего высшего я на то, чтобы повлиять на ветер, на других людей, на обстоятельства, но в действительности ты можешь, для этого нужно колоссальное напряжение, для этого нужно сильный расход энергии, для этого нужно по сути... Ты имеешь в виду, если исходишь из эгоистичного намерения, да? потому что ты должен транслировать это через себя, но если ты живешь в сонастроенности с миром, если ты открываешься естественному потоку, если ты перестаешь клянчить своего высшего я силы на то, чтобы повлиять на того человека, потому что он меня обидел, если ты доверяешься, то тогда уходит сопротивление, открывается пространство для потока, и этот поток может трансформировать твою жизнь так, как даже ты не ожидал, что он так это сделает, но абсолютно точно это будет вести тебя по пути твоего мастерства, твоего счастья и высшего блага. Поэтому, если мы говорим о магии, то на самом деле ее нельзя даже воспринимать как-то всерьез. Вот я тебя могу толкнуть, я могу энергетически на тебя повлиять. Так или иначе мое влияние будет связано... Он будет, во-первых, временное, во-вторых, не сильно сильное, особенно в масштабах всей энергии Вселенной, и в-третьих, оно будет дисгармоничное. Это такое эгоистичное желание что-то изменить. Если же в действительности я хочу на тебя повлиять, то мудрый путь будет соединиться с твоими ценностями, соединиться с твоими интересами, найти что-то общее у нас и попробовать сотворить это вместе с тобой, уважая твою свободную волю. Вот это путь такой осознанной магии, которая работает в сотрудничестве с духом, а не пытается эксплуатировать его для того, чтобы что-то там изменилось. И это как раз не близкие пути, абсолютно разные пути. И опять же, тот и другой так или иначе апеллирует нас к здравому смыслу. Здравый смысл нам говорит о том, что если я пришел на эту физическую реальность и в моей ответственности мое тело, мои эмоции, и я так или иначе получаю в этой жизни то, что есть внутри меня, то почему я должен влиять на других людей? Я должен это решать в себе. Я с тобой полностью согласен, потому что есть люди, которые пытаются финансовые потоки забирать у других людей, маги так называемые, черные. Они в это верят и они это делают? Да. очень просто, потому что в конечном итоге решение принимаем мы здесь. В конечном итоге это эксперимент, в котором у нас есть свобода воли, направить силу в ту или в другую сторону. И войны развязывают, и международные конфликты организуются, и безумные вещи творятся, просто потому что у человека действительно есть сила. это не темные силы, это не невмешательство Бога там, то, что кто-то попускает что-то. Это творят люди, обладающие силой за пределами их понимания и направляющие их через свои эмоции, через свою агрессию, через свою несбалансированность по неверному пути. Не в свою жизнь, а во внешнюю реальность. На самом деле это очень большая тема по поводу вот этой разделенности, которая вообще ключ ко всему дьяволу в этом мире. Разделенности я и мир, я и другой человек, которая побуждает нас идти по пути заблуждения. Мне хочется ее побольше поисследовать, я даже, может, запущу специальный курс, мы потом обсудим с тобой по поводу такого введения в эзотерические науки и в эзотерические подходы, в котором мы будем рассматривать различные как течения, так и различные эзотерические принципы, как они воплощаются как в метафизическом плане, так и в нашем психологическом плане, так и в событийном, то есть в кармическом плане, который есть в нашей жизни. Если мы все еще используем эзотерические знания, магию или какие-то духовные опыты для того, чтобы оправдать себя, а для этого нужна внутренняя честность, вот единственное, что нужно, то тогда мы все еще пока не там, к сожалению, и наша жизнь пока еще качественно не изменится, потому что, знаете как, можно сколько угодно выбирать себе хозяина, если ты раб, можно этот хозяин нравится, этот хозяин нравится, но в действительности ты все равно будешь ограничен, каждый хозяин наложит на тебя свои ограничения, здесь то же самое, пока еще ты не берешь ключи для управления своей повседневной жизнью, напрасно думаешь, что какой-то эзотерический техника, технология, метод, целительский метод исправит тебе твою жизнь, твою карму, в действительности изменения жизни, почему работает психология, особенно хорошая поведенческая психология, нейротехнология, почему они работают, да потому что практически все духовное, все проблемы, которые есть в нашей жизни, они лежат не на духовном пласте, а на пласте нашего тела и нашего сознания, которое живет в теле, согласен с тобой, ограничения на уровне стратегии тела дают нам напряженную жизнь, эмоциональную, кармические переживания, искажения на уровне ментальном, дают нам тяжелую коммуникацию с другими людьми, тяжелые навыки планирования жизни, забирают у нас возможность получать какие-то результаты в нашей жизни, это все всегда есть в нашем теле и в нашем сознании, здесь не нужно высшее знание, эзотерика в целом, если мы сможем эзотерику, в некотором смысле забрать у нее вот эту функцию решать проблемы, решать проблемы, то тогда она станет куда чище, она станет куда более настоящей и подлинной. То есть она станет реально ступенькой к эволюции, да? И в действительности люди, которые занимаются эзотерическими техниками целительства, прогностики, гадания, если они действительно хотят помогать, а не просто укоренять людей в их невежестве или забирать у них ответственность, то очень важно внутри провести раздел между как бы духовными кризисами, которые в жизни человека и простыми психологическими неисправностями, которым обладает вот это вот существо, которое исправляются там один, два, три сеанса и все. А в чем разница? Потому что когда человек приходит и говорит вот, понимаете, я чувствую вот это вот энергетическое влияние, меня там сглазили или вампирят, в действительности может оказаться, что у человека не проработаны навыки коммуникации, у человека не проработано чувствование тела, человек сам по себе уязвим в своих стратегиях поведения для любых событий во внешнем мире. И здесь ответственность не на внешнем мире, здесь ответственность на тебе, чтобы это исправить. И это не высшая эзотерика, и здесь не нужно гадать на тара и посылать ответные сглазы, снимать порчу и платить очень много денег за то, чтобы тебе что-то сделали. Это важная тема, я не хочу ни в коем случае как-то говорить о конкретных представителях рынка, которые есть сейчас, но то, что я вижу, вызывает у меня действительно очень большую именно внутреннюю какую-то печаль или обиду, потому что я вижу, когда люди, которые чистые, светлые, открытые люди, обращаются за решением своих достаточно тривиальных проблем, очень жизненных, очень простых, и их подсаживают на иглу страха, на иглу эзотерического какого-то подхода к реальности, говорят, что типа вот на тебя вот это влияет, ты должен с этим человеком расстаться, от этих уйти, сменить работу, бросить мужа или жену, совершить обход кайласа, и тогда у тебя будет все хорошо, и обязательно заплати мне за 15 сеансов вперед, да, и я тогда положу твою фотографию, нарисую на ней руну, и все у тебя в жизни наладится. Знаете, что самое интересное? Наладится, пока будешь платить деньги, потому что сила твоего творчества и сила твоей подлинной сути, оно сотворит это, но эта сила будет в рабстве у кого-то другого, ты не сможешь ее управлять. На самом деле, я встречал очень много таких гармоничных целителей, людей, которые психологи, в том числе, работали, то есть реально есть такие люди классные. Такие люди есть, но мне грустно, что их очень мало. А в том числе, бывают люди, которые говорят, вот я такой весь классный, все остальные плохие, иди ко мне, я тебе все расскажу, как надо. И опять же, вот есть наше видео про четыре принципа духовной логики, вот через четыре сита надо пропускать все то, что вы слышите, все то, что вы видите на вот этом большом поле эзотерики. Этот человек разделяет или соединяет? Он отрицает чужие учения? Он говорит, что он самый лучший, или он все-таки умеет признать мастерство других людей? Этот человек находит врага внешнего или все-таки он стремится изменить что-то в тебе? Хоть даже, хоть даже, это не так выгодно с точки зрения денег, потому что ты человеку дал ключик, он дальше сам дверь открывает, он ушел от меня как клиент. И как бы... На самом деле, он потом рассказал другим людям. На самом деле, да. Но вот это мышление выживания, оно заставляет подсаживать на иглу. Особенно, когда ты приходишь, тебе говорят, о, у тебя тут 150% грехов и карма грязная, вот давай мы тебе все почистим и через полгода еще раз надо почистить. А кто после этого не заплатит деньги? У тебя же там какой кошмар, а у тебя действительно и в жизни что-то не клеится, но это всегда так, что-то не идет идеально, да, такое бывает. И у тебя все это одно на одно накладывается и ты вот на этой игле, ты на этой игле. И вот это, это то, что очень сильно забирает твою силу и отдаляет тебя от вот этого пробуждения, пробуждения к адекватности, которое всегда говорит нам о том, что сила творить, сила создать прекрасную жизнь в твоей повседневности, она есть в тебе и только в тебе. И ты можешь менять этих управителей, но это будет иллюзия. А давай ты побудешь сегодня им. Зачем? В действительности зло – это отсутствие информации, отсутствие навыков, отсутствие знаний, отсутствие стратегии. Тьма тогда. Да, тьма или зло. Это вот не учение тьма, когда мы идем к целителю, происходит сознательное или бессознательное обучение. Оно возможно только тогда, когда целитель обладает этим в своей жизни сам. Почему? Потому что, если он словесно говорит, сделай так, 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 и у тебя будет все хорошо, а его клетки, его поле, его мерковое, его вот это восьмиметровое поле, в которое ты погружаешься вживую или квантовым образом, а он вот транслирует, я не умею, я не знаю, я хочу свое эго утвердить, то что ты получишь, что воспримут твои клетки, твое поле? Что ты от этого человека получишь? Ничего. Ты сознательно будешь пробовать, но результат будет ниже. Именно поэтому, когда создатели нейролингвистики пытались моделировать Мильтона Эриксона и других мастеров психологии того времени, они думали, что они скопируют лишь последовательность шагов и будут те же самые результаты. Но эффективность была ниже. Почему-то, по какой-то нелепой причине эффективность была ниже. Вот у мастера приходит, он касается, он нарушает все правила техники и срабатывает. Так вот, о чем мы вначале говорили, что в поле мастера у тебя возникает эффект. В поле мастера ты обретаешь, твои клетки обучаются стратегии, твои клетки получают знания, твои клетки обретают свет, ты повышаешь свои вибрации. Если ты, почему обязательно хороший целитель просит человека манифестировать внутри себя намерение измениться, принять информацию, желание изменить, потому что если ты сознательно позволяешь клеткам это принять, то все получается. Поэтому работает это хилинг, абсолютно точно. Но, еще раз, надо смотреть, ты даже на уровне тела, тело никогда тебе не соврят. Насколько тебе комфортно с этим человеком? Насколько тебя тянет к этой информации? Насколько тебя тянет к этой энергии? Потому что тогда ты просто понимаешь, это тот ключик или не тот ключик? Любой метод, это как нож, да? То есть, если ему дать неграмотного человека, то он может тебе изрезать и убить. Не так, это как тупой топор. Вот в руках мастера даже тупым топором можно что-нибудь построить. Тоже верно. А растяпа тупым топором только рукоятку сломает. Потому что системная эзотерика без того, чтобы давать ответы, без того, чтобы помочь человеку улучшить его повседневную жизнь, это еще одно ловление фиолетовых пламен сверху. А мне в действительности хочется, чтобы вы уходили в астральные полеты, возвращались и там, и там испытывали удовольствие сопоставимое. Мне хочется, чтобы в вашей жизни повседневной, возможно, в ней будет больше переживаний, это нормально. Мы все чувствующие существа. Возможно, в ней будет драма, это нормально. Мы все существа, которые решаем определенные задачи. Возможно, в ней будет любовь, самая разная, это тоже нормально. Возможно, в ней будут достижения и какие-то совершения и творчества, ради которых мы здесь. И это тоже правильно. И мне очень хочется, чтобы вы обрели вкусы проживания этого, потому что подлинное изучение эзотерики должно приводить именно к этому, к тому, чтобы давать человеку вкус к жизни, радость жизни, удовольствие от жизни, повышать качество его жизни. Очень сугубо прагматичная вещь, но ее очень важно внести, потому что мы же говорим о здравом смысле, а в конечном итоге. Если мы все, вот то, что мы сейчас обсуждаем, это, как некоторые на улице склонны считать, это просто брешь сумасшедшего из эзотерика. То, что нам доступно, это насколько нам сейчас хорошо и комфортно с вами, насколько мы вернемся сегодня домой, насколько там будет хорошо и приятно, насколько мы уснем сегодня счастливыми. Это единственное, что нам доступно, это на самом деле единственное, о чем мы спросим себя, когда мы вернемся под сторону завесы. Радовались ли мы, получали ли мы удовольствие, выразили ли мы неповторимый поток, который есть внутри нас. И мне хочется обобщить эзотерические направления, эзотерические инструменты для того, чтобы у вас были возможности этот поток выразить еще более тонко, еще более точно, еще более ярко, еще более в соответствии с самим собой.